Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК в студии Виктория Столярова и прямо сейчас о главных событиях дня. Бесплатные автобусы запустят в Красноярске в Рождественскую ночь. Как будут ходить маршруты? Очень сильное кино. По сравнению с первой части. Стоит посмотреть. Красногярцы устроили ажиотаж в кинотеатрах. Что можно посмотреть в кино на январских праздниках? Обзор от Дмитрия Ишхузина через 2 минуты. Первыми итогами проекта ТВК «Подари дрова» поделится через 5 минут автор Светлана Чернышевич. Как помочь тем, кому не хватает тепла и кому уже помогли? Новый год. Новые правила. В России с 1 января вступили в силу новые законы. Как жить будем? Об этом во второй части выпуска. ТВК «Подари дрова» Еще один поедет по улицам Академика Вавилова и Свердловской. И четвертый отправится через Взлетку и Северный до Солнечного. От Свято-Успенского монастыря автобус заедет на Высотную, после проедет по Копылово и Мира, а далее через Коммунальный мост направится к улице Матросова и 60 лет Октября. Как рассказали в мэрии, автобусы будут отправляться по мере завершения служб в храмах. От Храма Рождества Христова автобусы ориентировочно отправятся в 3 часа ночи, от Свято-Успенского мужского монастыря в половину третьего ночи. Кроме того, из-за рождественских богослужений рядом с этими двумя храмами изменится схема движения. Ограничения проезда затронут улицу Менделеева от Щерца до Павлова 35 и улицу Добролюбова от переулка Кочубея до перекрестка Нагастелло 17. Ограничения начнут действовать с 11 вечера 6 января до 3 ночи 7 января. Помимо этого, на некоторых участках возле храма и монастыря нельзя будет парковаться и останавливать транспорт. Это касается проезда по Менделеево от Щерца до Павлова 35 Г и по Добролюбово от Щерца до Павлова 27 А, а также перекрестка на Благодатной до Лесной 43 А и переулка Послушников от улицы Вознесенской до Лесной 55 А дробь 3. Ограничения продлятся с 6 вечера 6 января до 5 вечера 7 января. В честь Рождества патриарх Кирилл призвал установить перемирие с 12 часов дня 6 января до полуночи 7 числа. Заявление главы Русской Православной Церкви опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата. В нем он обратился, цитата, ко всем странам, вовлеченным в междоусобный конфликт с призывом прекратить огонь, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Ни российская, ни украинская стороны пока заявление Патриарха не прокомментировали. Фонтан кипятка заметили горожане сегодня в центре Красноярска. Порыв теплосетей произошел на пересечении улиц Парижской коммуны и Марковского около двух часов дня. Судя по кадрам с места, поток горячей воды вырывался вверх из-под асфальта, а все округу заволокло густым паром. Очевидцы даже спутали коммунальную аварию с пожаром. Как сообщили в СГК, порыв удалось быстро локализовать. Под отключение воды попало одно административное здание по адресу Парижской коммуны 33. Сейчас сибирская генерирующая выясняет, кто собственник поврежденной теплосети. На новогодних каникулах красноярцы устремились в кинозалы. Отечественный фильм «Чебурашка» бьет рекорды по кассовым сборам не только в Красноярске, но и по всей России. А зрительные залы кинотеатра «Луч» забиты под завязку во время сеансов новой части американского блокбастера «Аватар». На что еще можно сходить в кино на каникулах, расскажет мой коллега Дмитрий Шкузин. Таким шумным и тесным холл кинотеатра «Луч» красноярцы не видели уже давно, разве что на премьерах американских супергеройских лент. Вот и в этот раз причина ажиотажа – западная кинолента, продолжение самого кассового фильма в истории «Аватар. Путь воды». В зале, по данным кассиров, всего одно или два свободных места. Показывают фильм на большом экране, несмотря на бойкот, объявленный голливудскими студиями в марте прошлого года. Если не углубляться в процесс легальности, то на выходе красноярцы получают профессионально дублированный фильм с вполне достойным качеством, да еще и в 3D, а больше зрителям и не нужно. Очень сильное кино по сравнению с первой частью. Стоит посмотреть. Первая и вторая часть очень крутая. Ожидали что-то одно, но тут было просто фантастика. Круто. Мне очень понравился фильм. Всем красноярцам советую сходить на этот фильм. Визуал замечательный, прекрасный. Все отлично просто. Замечательно. А вот в красноярском филиале федерального киномакса «Аватар» не показывают. Анонсов, сеансов нет ни на афише, ни на сайте кинотеатра. Зато каждый час там идет фильм «Чебурашка». Экранизация известной истории о необычном зверьке, любящем апельсины, вышла в прокат первого института. События фильма перекликаются с советским мультиком, но у современного «Чебурашки» все по-новому. Гена в этом кино совсем не крокодил, а просто старик-садовник. Роль исполнил Сергей Гармаш. Гена не любит людей и общается только с Валерой, Федором Добронравовым. Жизнь садовника переворачивается после встречи с «Чебурашкой». За четыре дня проката семейная лента собрала более полутора миллиарда рублей. Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине. Бюджет кино составил 850 миллионов рублей. То есть фильм не просто окупился за пару дней, а заработал вполне приличные деньги. А ведь впереди еще четыре дня выходных. Зрители же в первую очередь отмечают доброту современной ленты. Вы знаете, просто великолепно. Вот настолько давно такого фильма не было. Спасибо режиссеру и вообще спасибо постановщикам и детям. Вообще нужно всем посмотреть. Очень добрый фильм. Учит жизни, учит справедливости. Хороший фильм. Был очень трогательно. Очень трогательный мультик. Такой семейный. Ну, «Чебурашка» очень красивый. То есть такой милый, веселый. Такой головокружительный взлет в начале года может дать хороший толчок в жизни кинотеатров в этом году. Ведь прошлый прошел под девизом «Затянуть пояса». По данным Фонда кино, кассовые сборы российских кинотеатров по итогам 2022 года составили около 24 миллиардов рублей. Это на 42% меньше, чем в 2021. И все-таки семейное отечественное кино, как тот же «Чебурашка», позволяет рынку держаться на плаву. Насколько это вообще возможно, рассказал новостям ТВК продюсер и преподаватель Московской школы кино Владимир Пермяков. Это все-таки семейное кино, которое сейчас наиболее популярно и востребовано среди российских зрителей. Несмотря на то, что говорят про кризис кинотеатров, да, семейное кино совершенно не просело. И хорошие деньги собирают даже самые маленькие семейные картины. А «Чебурашка» все-таки это большой блокбастер, большой хит с огромной рекламной кампанией, сделанной лучшими авторами своего жанра. Сейчас в Красноярских кинотеатрах идут не только «Чебурашка» и «Аватар». Среди прочих, рождественский норвежский фильм «Приключения Тедди», а для любителей пощекотать нервы «Ужастик Астрал». Так что так или иначе, выбор для любителей смотреть кино на широком экране пока есть. Дмитрий Шхузин, Сергей Токарев, Новости ТВК. Помогать тем, кому не хватает тепла – лозунг, с которого началась зима и проект ТВК «Подари дрова». В эфире мы успели поделиться лишь несколькими историями людей, которые нуждаются в тепле. Однако это помогло запустить настоящий круговорот добра. Помощь нашим героям и тем, кто просто оставил заявку на участие в проекте, стала приходить не только от земляков, но и из других регионов страны. И с началом Нового года наш проект не заканчивается. Первыми итогами поделится автор проекта «Подари дрова» Светлана Чернушевич, она сейчас в студии. Света, расскажи подробности, можно ли уже подвести какие-то промежуточные результаты. Да, Вика, ну, конечно, некоторые результаты можно подвести уже сейчас. И главных, пожалуй, два. Первое – в нашем городе, как ты и сказала, действительно запустился такой круговорот добра, как в настоящем новогоднем фильме, некоторые люди вновь обрели веру в чудо, другие получили возможность поделиться теплом и сделать доброе дело. Ну, а второй результат более осязаемый и исчислимый. Все, о ком мы рассказали в наших эфирах, получили помощь. Всего за чуть более месяца с момента выхода первого сюжета помощь в виде машин дров и угля получили более 20 семей. Так, в канун Нового года две машины дров привезли Ирине Павловне – женщине с инвалидностью из Николаевки. Дровами Ирине Павловне помогли красноярцы. Об истории женщины также узнала жительница Перми Елена. Она решила помочь пенсионерке с еще одной проблемой – оплатить долг за электричество. Вот как Елена объяснила свое решение. У меня человек, живущий в городе, с электроэнергией, со всякими благами жизни. Вот эта ситуация, когда люди живут в темноте, в абсолютной, потому что у них банально и тупо нет электроэнергии. Честно говоря, она меня просто убила. Но я не представляю, то есть люди каждый день должны ходить куда-то там на остановку либо к соседям, а ходить заряжать телефон. Вот этот вот ежедневный какой-то бытовой дискомфорт. Ну и на этом Елена не остановилась. Она также перевела деньги на покупку угля пенсионерке, у которой под опекой находятся двое внуков. Сама дарительница из Перми рассказала, что она работает в банке, но не на высокой должности. Например, купить автомобиль женщина пока себе позволить не может. Когда-то она сама оказалась в сложной ситуации. Осталась без денег с ребенком на руках. Женщина уверена, люди должны помогать друг другу. Напомню, сбор заявок от тех, кто нуждается в тепле с доставкой на дом, мы объявили в начале ноября. А после создали интерактивную карту проекта. Сейчас на ней более сотни адресов. С просьбой о помощи в нашу редакцию обращаются жители Красноярска, других населенных пунктов края и даже соседних регионов. Многие истории похожи, но в своей беде, как у классика, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Вот что рассказывает, к примеру, многодетная мать из села Дзержинское Красноярского края. Еще одно отчаянное сообщение мы также получили от одинокой мамы, Людмилы из села Шалинское. Дровяник пустой, угля, рассказывает женщина, осталось на пару недель. Я, как мать-одиночка, получаю детское пособие 4,700. И как бы выживаем, хватает едва только на продукты. Обращались в фонды за помощью, за продуктами, нам помогали люди, обращались, отвлекались. Вот дочке два с половиной года. И вот как бы на дрова и на уголь нас критически не хватает. Вот так кого-то с маленькими детьми оставил супруг, кто-то лишился работы, в чью-то дверь постучалась болезнь. Кто-то, хотя это мало уже кого удивляет, вынужден выживать на смехотворную пенсию. Если вы готовы помочь тем, кто в этом нуждается, сканируйте QR-код, который вы видите на экране, переходите на интерактивную карту проекта «Подари дрова» и выбирайте на ней значок костра и делайте доброе дело. После делитесь с нами фото и видео, тогда значок костра на карте сменится сердечком. Ну и, конечно, особенно приятно, когда герои нашего проекта делятся, что поддерживают связь со своими дарителями, поздравляют друг друга с праздниками, обмениваются новостями. Ведь наш проект совсем не только про дрова. Ну и в завершении, традиционно повторю, давайте вместе поделимся теплом с теми, кому этого не хватает. Это действительно важно. Вика, у меня все. Спасибо. Я напомню, это была моя коллега Светлана Чернушевич. Говорили о первых промежуточных итогах проекта «Подари дрова». Он продолжается. Вы можете также принять участие. Ну а прямо сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или еще раз посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь. И помните, ТВК – это не только ТВ. Какие законы вступили в силу с января? Подробный обзор составил Виталий Поляков. Красноярцам стали попадаться купюры номиналом 5 рублей. Об этом после рекламы. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Новый год. Новые правила. В России с 1 января вступили в силу новые законы. Они повышают минимальный размер оплаты труда, пенсии. Вместе с тем растут акцизы на алкоголь, ужесточаются нормы и вводятся новые штрафы. Как жить будем в 2023 году, расскажет Виталий Поляков. Он сейчас в студии. Виталий, что же для нас изменится? Вика, привет. Довольно много новостей, которые касаются непосредственно доходов людей. Например, с 1 января повышается прожиточный минимум. Это такой показатель, исходя из которого высчитываются различные социальные пособия, выплаты. Так вот, в край он растет на 3,1%. Это, к слову, в 4 раза меньше, чем инфляция. И фактически прожиточный минимум. Он никак уже не отражает реальную картину. И фактически текущие цены его съели. В любом случае, в среднем прожиточный минимум сейчас в крае 15 956 рублей. А на экране сейчас вы можете увидеть величины для разных категорий. Если ваш доход меньше, вы относитесь к бедным и можете рассчитывать на дополнительную финансовую помощь государству. Еще с 1 января увеличивается так называемый минимальный размер оплаты труда. МРОД. В крае он теперь 26 тысяч рублей. Рост тоже меньше, чем инфляция. Но АМРОД – это показатель минимальной зарплаты, которую вам обязаны платить в любых обстоятельствах, но при полной работе с полной загрузкой. Если ваша зарплата меньше, можно теоретически жаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Идем дальше. Пенсии. С 1 января индексация 4,8 процента, но только неработающим пенсионерам. В среднем прибавка составит около 1000 рублей, а средняя пенсия превысит 21 тысячу. Напомню, правительство, назначая надбавку, как будто в очередной раз забывает, что Конституция требует ежегодной индексации всем пенсионерам, а не только неработающим. К слову, средняя выплата для тех, кто все еще трудится, всего 15 тысяч. Ну а теперь о росте затрат. Начнем с поездов. С 1 января повышается тариф на поезда дальнего следования. Купе подорожает примерно на 8 процентов. Алкоголь. Акцизы растут, и вслед за ними минимальная цена пол-литровой бутылки водки. Теперь она должна стоить не меньше 281 рубля. Коньяк не меньше 517, игристое вино, бутылка там уже 0,75, 239 рублей. Вино дорожает больше остальных, стального, спиртного, по сравнению с прошлым годом на 41 процент. Табак, сигареты, в том числе электронные, тоже подорожают примерно на 4 процента. Ну а теперь про изменения на ипотечном рынке. В конце прошлого года правительство долго обсуждало, продлевать ли ипотеку с господдержкой, не продлевать ли ее, или как-то модернизировать. И в итоге ее оставили, но процентная ставка по этому кредиту вырастет с 7 до 8 процентов. Кроме того, снято ограничение по семейной ипотеке. Теперь на льготный процент смогут претендовать родители минимум двоих детей. Неважно, когда они родились, но главное, чтобы им не исполнилось 18. При этом уже рассказывали, что на фоне относительно дешевых кредитов строители так задрали цены, что выгода и господдержка свелась фактически к нулю. Кроме того, с 1 января возобновляется программа льготного автокредитования. Если новая машина дешевле 2 миллионов, то на нее действует скидка 20 процентов. С нового года пользоваться порталом госуслуги будет уже не так выгодно, как раньше. Скидка в 30 процентов при оплате госпошлин действовать не будет. О новых штрафах и наказаниях в силу вступил закон о новом символе воинской славы России – Георгиевской ленты. Теперь ее можно использовать только учитывая ее особый статус. За осквернение ленты предусмотрено жестокое, надо сказать, наказание. Штрафы до 5 миллионов рублей, либо до 5 лет лишения свободы. Примечательно, что за надругательство над российским флагом дают максимум 1 год. Штраф на физлиц до 3 тысяч. Ну и последнее. С нового года примерно на 137 тысяч должна быть увеличена численность российской армии – до 2 миллионов 30 тысяч человек. Впрочем, военное руководство выступает за дальнейшую реформу. Она включает, в частности, изменения возраста призыва срочников, рост числа контрактников и прочее. Но пока это все предложения, которые не вступили в законную силу. И, Вика, на это у меня все. В красноярских магазинах стали выдавать сдачу 5-рублевыми купюрами. Законны ли такие банкноты – об этом и не только прямо сейчас в рубрике «Новости коротко». В первые дни нового года в Красноярском крае погибли 6 человек. Такие данные приводит МЧС. Всего спасатели выезжали на вызов 252 раза. Из них 86 пришлось на пожары. Спасен 61 человек. Четыре получили травмы. Шесть раскончались. Трое из них погибли в пожарах, которые возникли из-за непотушенной сигареты. Также среди причин возгорания называют неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печей и короткое замыкание. Кроме того, в МЧС отметили рост числа несчастных случаев из-за выезда на лед в неразрешенных переправ. Новый заповедник откроется в 2023 году на севере Красноярского края. Заказник река Бахта появится в Туруханском районе в 70 километрах от одноименного поселка. Площадь заповедника составит 27 тысяч гектаров. Бахта является средой обитания рыб лососевых пород. Потому там планируют запретить вылов в реке, кроме отдельных случаев, а также размещение палаточных городков, турстоянок, любое строительство и эксплуатацию судов. В Минприроды края добавили, что коренному населению разрешат любительский лов рыбы, кроме ленка и тайменя, а также охоту и сбор дикоросов. Красноярцам стали попадаться пятирублевые купюры. Так, сдачу необычными банкнотами выдали жительницы в одном из магазинов на улице Кутузова. В магазине женщине сказали, что вышли новые пятирублевки, однако на купюрах указан 1997 год. В Красноярском отделении Центробанка пояснили, что с деньгами все в порядке. Они являются модификацией банкнот 1997 года. Специалисты отметили, что пятирублевки никогда не выходили из оборота, просто их становится все меньше и меньше. А перед Новым годом в наш регион завезли небольшую партию таких купюр, поэтому красноярцы будут чаще с ними сталкиваться. Два десятилетних мальчика провалились под лед ангары, но сумели спастись. Подробности истории через четыре минуты. Как правильно перейти дому в другую управляющую компанию? Подробная инструкция в рубрике «Вопросы ЖКХ». Вы смотрите новости на телеканале ТВК, наш телефон 200-0065, и мы продолжаем выпуск. Два десятилетних мальчика провалились под лед в Иркутске и сумели выбраться. Все произошло 4 января в парке на берегу ангары. Дети решили погулять на открытом водоеме, прошли около 20 метров от берега и провалились под лед. Как рассказали в МЧС, толщина льда в том месте не превышала 7 сантиметров. Один из мальчиков выбрался сам и криком привлек внимание прохожих. Взрослые не смогли подойти близко к месту провала из-за тонкого льда. Мальчику пришлось самому спасать приятеля, а взрослые помогали подросткам на расстоянии. Нашли длинную ветку, за которую ухватился утопающий, и руководили действиями спасающего школьника. На расстоянии держитесь, на расстоянии. Оба, 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 так положите. На расстоянии. После спасения детей отвели в теплое помещение, а затем к полицейским. На родителей мальчиков составили административные протоколы. Действиям работников парка также дадут правовую оценку. В МЧС тем временем попросили взрослых не оставлять детей без присмотра рядом с водоемами и напомнить им об опасности выхода на лед. Как правильно перейти жилому дому в другую управляющую компанию – подробная инструкция от эксперта Натальи Балабиной прямо сейчас в рубрике «Вопросы ЖКХ». Может ли один из домов путем голосования выйти из ТСЖ и выбрать другую управляющую компанию? Как правильно провести процедуру? Собственники любого многоквартирного дома, независимо, находится он, либо это ТСЖ, либо это управляющая компания, имеют право сменить способ управления. У нас всего три способа управления, мы знаем, это непосредственное управление до 30 квартир, товарищество собственников жилья и управляющая компания. Решили собственники перейти в управляющую компанию, уйти из ТСЖ. Существует процедура, которая очень подробно описана в статье 48 ЖКХ. Только единственное новшество ввелось, когда вы проводите собрание, как его проводить, уже многие знают, все это можно найти в этой статье и на сайтах. Нужно, раньше нужно было набрать 50% плюс один голос от числа голосовавших, если есть кворум, а кворум это 50% плюс один голос. Теперь внесли изменения. Нужно набрать 50% плюс один голос от общего числа собственников всего многоквартирного дома. И, соответственно, в течение трех дней протокол данной представляется в ту управляющую компанию, которую вы выбрали. И ТСЖ обязана передать всю документацию и все, что положено по этому дому, ключи от технических помещений, в новую управляющую компанию. Это процедура законна, и все это можно сделать. Соседние магазины возле дома пользуются нашими мусорными баками. В итоге мусора скапливается очень много, оператор не успевает его вывозить. Законно ли это? Здесь есть два варианта. Первый вариант – данный магазин находится в данном многоквартирном доме. Нет, это не соседний дом, а просто это первые этажи нежилые. Соответственно, с 2019 года у нас сейчас это относится к коммунальным услугам. Раньше это были бытовые отходы, сейчас это твердые коммунальные отходы. И каждые такие нежилые помещения, магазин, ателье и так далее обязаны заключить договор с рециклинговой компанией, та, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов. Это первое. Второе. Соответственно, они должны иметь свои баки. Если стоит на стоянке на мусорной, допустим, 4 контейнера, и заполняются они, также, допустим, магазин заключил договор, он имеет право носить туда эти отходы, но другой вопрос, что там идет переполнение, тогда необходимо управляющей компанией рассмотреть вопрос, еще один контейнер поставить добавочно, чтобы как бы хватило все это для всех мусорных отходов. Если это соседние магазины, соответственно, они не имеют права носить на вашу мусорную стоянку свои отходы, тогда вам необходимо при помощи своей управляющей компании связаться с рециклинговой компанией, то есть с тем оператором, который у вас мусор вывозит, и в конце концов, пожаловаться в службу строительного надзора, в Роспотребнадзор и в прокуратуру. И этот вопрос, я думаю, решится. Это была Наталья Балабина, а я напомню, свои вопросы вы можете задавать по номеру 200-00-65, также пишите в Вайбер и в Ватсап по номеру 8-923-165-45-00. Ну а на сегодня это все новости. Еще раз напомню, телефон редакции 200-00-65, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин